мы в апреле были здесь в прошлом году да я там в прошлое нашу встречу озвучивал предисловие к отечественной истории советского периода если помните где кто был там был довольно сырой вариант в москве был совсем 1 у вас 2 но сырой и за это время вот за полгода до практически ну наверно вызрел окончательный вариант и вот я сегодня начну с озвучивания окончательного варианта необходимого предисловия к отечественной истории советского и постсоветского периода вот с этого начну хорошо то есть вы возражать не будете как я понимаю да потом с поисей святогорец будет моя любимая тема тоже одна из любимых поисей святогорец и ткач чудо слышали о таком работали с ним ну так чет читали да ну ладно так что начнем все-таки с истории и добавим к ней еще психогенетику то есть вот такой будет полноценный вариант для понимания вообще исторического процесса как такового что почему и когда и зачем ясно пободрее зоя пободрее чтобы я увидел улыбку твою как на кладбище собрались вот ты меня поняла или нет вот все хватит положить конец надо пессимизму ладно такой сказать откуда же оптимизм взять душа должна быть все-таки на первый план да на все согласно я согласно на все хоть сейчас туда да ну и ладно на все в порядке а ты тоже согласна молодец вот все согласны оказывается при мне а только выйдете там уже не согласие по ну ладно я ведь не шучу тут вот недавно одна такая интересная вещь встретилась но заболели люди ну бывает болеют до тяжело бывает заболели а у них вот была какая-то общественная тусовка на эти вот ну тусуются люди по интересам ну вот у них интерес был путь сознательной духовной эволюции ну в частности и много всего остального и заболели люди вот из этой тусовки ну сколько это какое-то время поболели потом звонят нам и говорит альсан васильевич вот там такая вот случилась оказия болеют мы будет молимся коллективно собираемся и коллективная молитва за здравие молитву понятно безбожная молитва ведь что такое коллективной молитвой вообще коллективной молитвы какому-то богу неведомому ее быть не может вы меня сейчас понимаете да и мне пришлось все таки дать ответ по поводу коллективных молитв вообще вот этих самых тусовок когда все вот собираются по интересам вроде по пути идут на на самом деле делают четки что клубная самодеятельность называется вот я дал ответ письменном виде как сформулировалась все прочитать вам ответ а давайте ответ я вам прочитаю где он ответ то есть ответ сейчас найду серьезный ответ вот кто-то вот записанный ответ должен как телеграмма была никакого всеобщего тусовочного бога которому вы коллективно обращаетесь с просьбой о помощи нет и в помине каждый человек в трудной ситуации должен обратиться к индивидуальному божественному присутствию в себе причем покаянно обратиться и только тогда он будет услышан господом и только тогда будет результат только душа в любом случае принимает единственное верное решение ясно или нет вот обращайтесь божественном присутствию к себе в любом случае и сохраняйте позицию на все воля господи твоя потому что в любом случае душа принимает решение выздороветь поболеть или оставить тело ясно вот так а то коллективный бог мы с коллективной молитвой ну нет никакого коллективного бога коллективный бог от нечто бездушное ну условно говоря который установил законы в этом мире а индивидуальное божественное присутствует там где любовь на самом деле всеобщий бог тоже с любовью он вас с любовью прихлопнуть может вы знаете да пока вы его любовь не принимаете вот ее отвергаете он и прихлопнет этой любовью вибрации от любви они обоюдоостры понятно или нет так что давайте на индивидуальную божественную волну настраиваться прежде всего вот это главное а так коллективной моли вообще обалдел мы вы это здравие коллективной молитву ну тусовщики интеллектуальные найти они все умные вот ну-ка давайте коллективно может быть сильнее как генератор чего-то усилится то есть вот такие детские самые представления о боге хотелось чтобы избавились от этого понятная об этом неверного представления о господи ну ладно так что вот эту телеграммку я отправил потом отзывы пошли спасибо сан василища думать немножко запутались немножко ну капельку вот сейчас время такое суровое заметили сейчас идет все коллективная ответственность за общечеловеческие грехи коллективная ну форме этой эпидемии со всеми вытекающими и плюс индивидуальные ваши эти самые косяки тоже то есть с двух сторон давит сейчас заметили коль вы на пути не дорабатываете но бывает так вроде думает что работает это самый так как полагается все на самом деле бывает недорабатывает недоверие какой-то сомнения вот ну и вот это вот коллективная нехорошая она тоже включается общая то есть нагрешили вместе это коллективная индивидуальная вот пока то индивидуального не освободишься просто в чистую тогда и коллективно эти они затронут ясно это закон так что сражаться надо всем вместе но в одиночку понятно каждый каждый должен стать победителем но все вместе без коллективных молитв чем больше будет светильников дух тем обстановка и вообще то что на таскать в атмосфере будет способствовать духовной реализации будет чище и светлее вот сейчас время вот такое время по сравнению с тем которое было когда-то вот в нашем частности историческом процессе сейчас из жизни исчезла абсолютно святое вот святость исчезла и же люди и нету вот смотришь вот те далекие времена не совсем далекие отдельные представители вот святость была она и в воздухе была а сейчас святости нет ну нигде хоть оставьте все своим кусочек святости вот та территория но пусть она вот будет каким-то зачином понимаете а сейчас святости нет она из жизни ушла кругом прагматизм рационализм и бог такое соответственно в головах людей рациональной понятно должны вам что-то дать коль ты нему обращаешься понимаете вот такое сейчас время очень сложное время но я язык не поворачивать сказать что это возможно последнее время но кто его знает на всяком случае во всяком случае вот те глобальные процессы которые сегодня происходит они могут затянуться деструктивные просто затянуться могут ну ладно теперь о советском периоде отечественной истории что это такое черная дыра или воля проведения давайте вот это предисловие необходимое я озвучу это по плану план есть какой-то безусловно на будущее это по плану должно войти в новую книгу как бы третью книгу касаемой нашего исторического процесса 2 книг готова романова без николая второго но она к сожалению к сожалению но подвергается вяло текущей редактуре мягко говоря вял текущий поэтому я наверно буду вынужден сегодня вечером заняться вплотную ускорением этого процесса сегодня вечером прям вот с вечера чего так смотрите нами вечером же можно ну вот затягивается затягивается ее выпуск она почти в два раза больше первой книги по объему материал там больше два раза практически но в полтора уж точно я думаю что в два раза поэтому хотелось бы чтобы от книга вышла все таки потому что я от нее избавился вот оттуда сверху она на меня не давит но теперь она давит снизу знаете а с давление снизу тоже как-то не очень хорошо сверху избавился потому что она на бумаге уже состоялась а вот чтобы она все-таки свет вышла чтобы от нее окончательно освободиться вот этого пока нет а время такое что надо чтобы она вышла я понимаю там много сказано в той части которая касается нашей духовной истории нового интересного во всяком случае для стимуляции нашей с вами активности духовной потому что это внешняя история вся внешняя история это помойка честно говоря то чем мы гордимся надуваем эти щеки плечи расправляем ох как моему сегодня американцам черном море вот они там моим то вообще игра в войну вот они такие мы такие вот как-то ног никому не говорите я вот в этом вот в этой игре вижу вот какой-то детство найти в песочнице соседнего двора там пацаны пришли мир един сегодня люди бестолковые вас накрыла этой эпидемии всех нет они идиотизмом занимаются по отдельности представляете это взрослые люди или нет это дебилизация окончательная всего и вся но так и должно быть в принципе в писаниях прописано все концу времен только так вот по-другому ну быть не должно поэтому мы с вами должны все критично посмотреть и заниматься своим делом личным делом личным спасением в коллективном варианте понятно или нет если это состоится значит атмосфера может на какое-то время во всяком случае среди тех кто делом занимается и на той территории где все-таки появится светильники духа ну как-то разрядиться как-то понятно но в целом мрак и туман который сгущается над миром он очевиден ну прям должны на это смотреть вы понимаете на святость ушла вообще понимание святую просто нету все что такое святость никто определить не может теперь если раньше все-таки пытались давать определение религиозные философы пусть теоретически а теперь так что давайте занимайтесь делом чтобы хоть проявить какие-то отдельные светильники чтоб связь таким-то образом в горел как лампад неугасимая понятно ну ладно так вот при написании этой новой книге которая должна наверное состояться планируя написать по истории советского периода все-таки книгу передо мной стоит архи сложная задача требуется преподнести читателю искренне стремящемуся разобраться в исторических хитросплетениях кажущихся на первый взгляд случайными а порой вовсе парадоксальными этот непростой для понимания период нашей истории чтобы внятно и доступно его обосновать обосновать его историческую целесообразность а вовсе не случайность как это видится многим злостным его ненавистником вот именно советский период случайно его ненавидят вот ну просто его выразили из отечественной истории просто напрочь просто вырезали а когда ты историческую преемственность или вот нарушаешь вот ту самую вот генеральную линию исторического пути пытаясь искать абортировать это и купировать какие-то моменты которые не нравятся в частности этим самым либералам то ты предаешь историю и губишь молодое поколение просто губишь на корню который не знает своей истории а психогенетически души накапливали материал и он не может пробудиться не может пробудиться хотя он есть там потому что сама по себе история исторический процесс дом быть преподнесем правильно с позиции знаний законов духовная эволюция а духовной эволюции ведь никто не говорит ее нету у нас техногенная эволюция даже революции техногенные а духовной нету ни слова никто не говорит на нее просто плюнули а посему и не понятен смысл нашего появления на земле для чего мы живем для появления суперкомпьютеров или освоение каких-то мегагалактик бред какой-то вам нужны мегагалактики там что-то освоить ну со временем нет не нужны да вот ученым настоящим физиком квантовым физиком этим самым астрономом вот они говорят вот смысл нашей жизни понять вот почему все произошло и они все вовне вот ради бога ищет объяснение вовне ну ты сюда то влезь может кое-что там внутри то тебе подскажут что не туда надо лазить а действительно вот куда-то в недра души там может что-то откроется относительно мегагалактик понятно вот я сейчас тоже считаю меня период работы с литературой физической но такого высокого пошиба философского вот я сейчас смотрю боже мой все они там эти ученые там все вот где-то в мире квантовом и в этом в мегагалактиках или по мелочи или по крупному но не дай бог к себе обратиться понятно вот сегодня все такое человечество всего то есть каждый свой у каждого своя мегагалактика и свои микрон или микробы я не знаю вот ну объем только вот разный да у кого покрупнее у них там разброс побольше а кто помельче ну так вот чуть-чуть есть такое или нет то есть каждый пытается спрятаться в своем не квантовом мерке эгоистическом спрятаться и все оградиться от остального мира но сегодня это невозможно увы время другое раньше от можно было сделать сейчас нет сейчас не спрячешься так вот эти самые апологета исторической правды которую нашу историю ну пытается как-то обкабнать желает во чтоб не стало навсегда вытравить из сознания молодого поколения славное советское время время гигантского исторического скачка россии превращению из второстепенного надо прямо сказать азиатского государства в ведущую мировую державу всего за каких-то 30 лет это что-то фантастическое было в мире западные аналитики экономисты и политологи признают а наша нет нет и все ничего такого не было по исторической концепции этих лже-патриотов после прекрасных царей романовых ну прям вот чудесных в отечественной истории наступила ужасная тоталитарная пауза ужасная а потом пришли добрый трезвенник коммунист горбачёв и изрядный выпивоха экс коммунист ельцин и даровали всему и вся безграничную свободу плоды которые мы сегодня пожинаем во всех сферах нашей жизни и даже победа советского народа в великой отечественной войне переначивается именно свой лад мол проморгал кровожадный и беспечный вождь тиран начала войны потом потом страна расплачивалась расплачивалась за это миллионами невинных жертв проморгал тиран еще в этой войне оказывается не было ни верховного голодного мандовича не председателя государственного комитета обороны то есть организатора фронта и тыл и бимиме этого человека иосиф виссарионович сталин произносить в победном ключе с их точки зрения непозволительно вообще это просто должно исчезнуть победил народ попробуй это стадо народный организуй это стадо чем русский человек анархист его надо построить жестко и заставить что-то делать так он ленив и анархист есть такое ну вот значит кто-то должен все-таки был заниматься этим делом организация то и без организация как победил народ и все нормально что касается меня то выборов позицию защитника исторической справедливости простите за банальный термин да сразу наживаешь врагов причем со всех сторон я знаю патриотов лжи патриотов и либералов со всех сторон наживаешь особенно злобных в стане либералов это хорошо значит правильно если со всех сторон есть враги значит это правильно вы поняли тонкость как я к этому пришел а очень просто прорабатывая различные полярные по взглядам исторические источники я убедился убедился в их полнейшей несостоятельности то есть неспособности внятно объяснить все происходившие в нашей стране в это непростое трагическое и одновременно невероятно созидательное в духовном плане созидательное время и правильный подход становится возможным если отечественную историю рассматривать сквозь призму духовных параметров ибо исторический процесс вот слушайте внимательно я думаю вы это выучили наизусть но лишний раз хочется чтобы для себя как бы повторили если рассматривать исторический процесс как духовное становление земного человечества на разных этапах его существования то есть земное человечество находится в процессе духовной эволюции о которой никто ни сном ни духом не ведают они не говорят исторический процесс будет правильно понят и довольно просто объясним лишь при условии принятия постулата определяющего истинный смысл существования земного человечества это взращивание и принесения духовных плодов в ходе неочевидной для обывателя духовной эволюции плоды должны духовные приноситься и все поток для этого мы тут появились а так мы в общем то расходный материал или селекционное поле который засеяно но отбирают стоп те самые плоды которые могут дать ну в селекцию знаете до сельскохозяйства которые могут дать перерост в урожай и все остальное все ну отсвело осыпалась отлилось дождями все ясно или нет так что мы не просто так на этом свете появились чтобы быть расходным материалом а действительно чтобы принести духовные плоды и поэтому менты делятся на людей которые ищут ну духовно талантливых людей называют которые ищут реализацию своего таланта как бы его реализовать а есть кому на это вообще наплевать какой там талант важно вот обогатиться и накопить кушать пить есть и получать удовольствие почему то вот такое деление есть вы заметили а но все все было одинаково бестолково то все одинаковые были в этом плане но почему нет это одинаковости во все времена так было древние времена тысячи лет тому назад находились люди которые вот что-то искали вот другого совершенно чем то и чем жило вот все остальное человечество большинстве своем а исторический процесс призван обеспечить необходимые условия для внутреннего развития тех индивидов которые зреют или уже созрели для духовного плодоношения вот этот исторический процесс то есть это поле селекционное не более того а иного смысла смысла наивысшего порядка история человечества не имеет и когда духовное плодоношение иссякнет и земное человечество окончательно демонизируется как это яствует не только из евангельских откровений спасителя то божественное проведение найдет способ прекратить существование человечества либо люди в демоническом угаре сами себя уничтожат а к тому есть сегодня существенные предпосылки либо грядущий квантовый скачок эволюции породит новую землю землю иной материальности насильниками которые станут люди с новым сознанием супер ментальным сознанием духовно состоявшиеся на старой земле вот на старой земле насильники новой земли должны состояться здесь понятная если вы категорически не принимаете за основу озвученный постулат то наше дальнейшее общение с вами смысла лишено ну вас свое у нас свое понятно да не принимаете ну и ладно ради бога это личное дело каждого принимать или не принимать то главное ради которого действительно затеялось земное человечество только знайте и помните коль не принимаете что проведение божественное говорит с нами еще на языке нашей истории на языке наглядных исторических примеров пронзительно прозреваемых лишь воистину одухотворенным сознанием которого вы лишены во множестве сегодня насильники земли то есть господь говорит с нами на языке нашей истории трагическая историю нет над помнить и прозревать наших предыдущих работ посвященных отечественной истории показано что наряду с чередой видимых исторических событий видимых исторических событий их очевидных следствий рассматриваемых и анализируем их многими авторами параллельно вершится еще и духовная история до главная скрытая от несведущих истории ради которой и затеялась проведением земное человечество параллельно идет духовная история на которой внимание не обращает церковь там чё-то толдочит на эту тему ну слова какие-то громкие говорят что она мал есть но примеру в конкретных не приводит вообще все как тут бессистемно вот я пытался все таки ну в этом деле разобраться ну хотя бы немножко для нас с вами коль мы выбрали для себя путь сознательной духовной революции мы должны как-то вот в разных областях человеческой деятельности видеть главное понятно и чтобы главное было российский философ и публицист александр панарин отмечает цитирую что со времен появления в великих мировых религий мировая история включает мистическую то бишь духовную составляющую в качестве скрытой пружины и вектора скрытой пружины и вектора духовная составляющая то есть дирижер главный дирижер и сценарист божественное проведение попробуем с вами пошагово разобраться в задумке 20 относительно с вами задумки сродни многоходовой шахматной комбинации которую не способна постичь люди душу лишенные духовного видения у них отсутствует тот орган меня называют а духовным оком которая понимает или не понимает так нет речь о понимании и не понимания ясно видит происходящее в истинном свете вот тот орган должен быть если его нет то вы можете понимать или не понимать принимать или не принимать ну по разную сторону баррикад вставать там на 1 ясно видеть вот этот орган внутренней духовный ока он должен открыться для того чтобы было непонимание а да или нет то есть принятие или непринятие истинность вообще-то открывается только в нашей истинной сущности вот всего происходящего это факт кем же на самом деле вершится история но те кто думают что историю творят люди или не только люди но еще и воля там господа или воля проведения они заблуждаются историю по большому счету вершит исключительно божественное проведение по своему про замыслу и по своим непреложным законам если она вершит значит есть замысел какой-то который конечную цель предполагает и законы должны быть по которым история должна вершиться понятно вообще в мире ничего бессистемного нет заметили физическом мире в природе все как-то вот красиво систематизировано роза цветочек нормальной да никакой хаотический это самый бадачный этот цветок который рисует художники эти самые вангардисты да они что же цветы рисует заметили а рисует они это мое видение мира шизофреническая но мое они отстаивают стоят на позиции смотрят экскурсоводы показывает какой шедевр там а еще что заметили вот сегодня вообще ясное видение мира уже перестает быть ясным она когда-то была возможно средние века еще в эпоху возрождения а потом она уже постепенно перестала быть ясным она стала явно шизофреническим так чтобы история исключительно вершится волей проведения по его замыслу и по его непреложным законам а люди люди всего лишь исполнительные инструменты сознательные или в подавляющем большинстве бессознательные исполнительные инструменты они невольные марионетки самых разных воль включая враждебные данные заставляющие их то бишь людей совершать разного рода непотребства необъяснимые порой не укладывающиеся даже в рамке здравого смысла люди творят такие вещи да и мы творили ты сам знаешь наверно и я знаю да в истории своей жизни вот делал явная глупость знаешь что нельзя делал почему не знаю ну дурной воли дергают за веревочки и делаешь понятно или нет хотя знаешь нельзя не надо ну делаешь почему-то на себе вроде как и не принадлежишь да ну и в большинстве своем это так мировом масштабе оказывается тоже собственный пример он явно об этом говорит но ты вроде сейчас нормальной до стал уже нормальным вроде пообщем глупость это делал значит какие-то воли невольные тобой руководили был такое а как-то вы плохо признаетесь покаяния нет истинного и искреннего ну ладно придет со временем когда при прет так как следует бывает да закричишь коль прихватит за горло да господи делай со мной все что хочешь ну ладно это уже крайний вариант педагогики кармической давайте такой средний наш путейский и до тех пор пока человек работая на пути сознательной духовной революции на пути духовного ваяния себя в сотворчестве с божественном проведением полностью не воссоединиться со всевышней воли он прямом смысле этого слова себе не принадлежит им манипулируют самые разные силы просто манипулируют познал от на собственном опыте поверьте у меня есть что с чем сравнить это мой личный опыт в частности долго мною в жизни манипулировали самые разные силы самого разного толка были позитивные так называемые но большей частью негативной пока вы не станете истинными революционерами духа знающими куда вы идете что вам надлежит делать на этом пути вы всегда будете несчастными нытиками одолеваемыми страхами сомнениями страданиями болезнями всегда исключение не будет всегда будете ныть пока не объединитесь со своей истинной сущностью но над можно в разной степени быть нытиками там четки не хватает или ты вообще заболела и вообще бедной несчастной в парше весь вот понятно да но в любом случае будете найти вот у вас все есть вот есть вот все ну кроме вот яхты приличный вот еще бы яхту ну тоже ведь беда да вот есть ее нет проекта не буду я где-то рассказывал не буду сейчас сейчас от главного отвлекаться не будем так вот я же не просто так яхту упомянул я ее даже сфотографировал на берегу черного моря и увидел кто на ней сидит даже огромная яхта больше чем абрамович и повернулась папой пляжу стала на якорь а тут люди эти самые черные то есть это люди не отуреченные они обычно птутцы а сейчас не отуреченные они тут вот по крыму и по черноморском побережье шатаются лежат там не знаю и вот папа это яхта повернулась на этой огромной яхте всего три человека судя по всему олигарх с губошлепкой ну там это видно его видно она в полоборота и один человек ну наверно охранник или шофер это яхты там шофер должен быть вот три человека она огромная рядом там ходил военный корабль ну с ракета носится он по берегу ходит обычно ну чуть побольше яхта этого корабля но чуть-чуть понятно вот вот так что я посмотрел и даже сфотографировал мне так интересно стал вот но попой к народу три человека на яхте один халуй и два владельца вот так ребята нет у вас яхты не мечтаете о ней хоть бы резиновую моторную лодочку да такое со слабеньким мотором это хорошо рыбку поудить да ну ладно ну все-таки о яхте рассказал представляете вот только тут вот как не своя воля вот взяли завернули мог бы не рассказывать а вы говорите но наверно нужно было будем считать что это божья воля чтобы яхт больше не хотели а то вдруг захотите и спать не будете ночь ну ладно пошутить тоже ведь можно а иначе все были грустные даже зои заулыбалась поэтому я понял что все нормально верной дорогой идем товарищи если инструменты то бишь люди плохие или несовершенные и искажают своей волей замысел проведения то но время от времени вмешиваясь вносит в исторический процесс необходимые коррективы причем посредством все тех же людей инструментов разрушая их же руками не угодно и ему люди инструменты разрушать то что господне угодно вроде созидали созидали потом раз и разрушать начали бывает такой один момент попробуй объяснил логике никакой зачастую как это не парадоксально одни и те же люди могут совершать прямо противоположные вещи становясь то на одну то на другую сторону баррикад естественно чем более совершенные инструменты тем менее болезненно протекает исторический процесс а верховной силе силе божественного проведения наш великий соотечественник петр яковлевич чадаев сказал следующее гениальная вещь сказал просто фантастическую вся наша активность есть лишь проявление силы заставляющий нас стать в порядок общий в порядок зависимости соглашаемся ли мы с этой силой или противимся ей все равно мы вечно под ее властью поэтому нам только и надо стараться отдать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и раз мы что-либо об этом узнали предаться ей со спокойной верой эта сила без нашего ведома действующие на нас никогда не ошибается она то и ведет вселенную к ее истинному предназначению и так вот чем главный вопрос жизни как открыть действие верховной силы на нашу природу но сейчас эта сила открыта я думаю путь сознательной духовной революции нам открыл все как сегодня да сейчас искать уже нечего на ток трудиться революционным методом собственном сознании понятное сейчас время замечательное искать ничего не надо на только работать не философствовать не болтать на духовные темы работать трудиться и так коль воля проведения определяет течение истории то из этого следует что исторический процесс не имеет и не может иметь альтернатив то есть каких-то иных вариантов течения не может он однонаправлен в каждый конкретный момент и период времени происходит то единственное возможное что уготована или скорректирована божественным проведением или уготована или скорректирована если какие-то уклонения есть вот только это происходит и дилетантский сетовать на то что судьба страны могла бы быть иной стань к примеру на место одного не радио управителя кто другой более прогрессивный наивно ибо в ходе духовной эволюции в которой вовлечено земное человечество все имеет сокровенный смысл смысл не подвластной логике человеческого ума но хорошо осязаемой пробужденной душой пробужденная душа хорошо это чувствует осизает вот этот скрытый якобы смысл так что рассматривать постфактум любые альтернативные варианты течение событий как этим усердно занимаются некоторые досужие историки все это возможно и увлекательно но это из области не научной фантастики хотя может быть увлекательно не более того австрийский писатель стефан свек определил историю человечества я немножко его перефразирую как феерический спектакль поставленный гениальным режиссером по гениальному сценарию а вот его слова в мгновение своего наивысшего мастерства история не нуждается в поправках там где она творит как вдохновенный поэт и драматург ни один художник не смеет мечтать ее превзойти словом не шекспин не достоевский не все остальные вместе взятые мастера художественного творчества не могут превзойти исторический процесс вот там есть все ни один писатель не сможет его отразить в той мере в какой-то спать гениальный режиссер и сценарист господь бог его нам преподносит понятно а нам сознательным духовному революционерам надо жить стать просвещенными зрителями зрителями в этом феерическом спектакле поставленным самим господом богом зрителями стать не марионетками не актерами провинциальных театров своими амбициями да а просто зрителями выйти из этого спектакля выйти из исторического процесса и стать зрителями замечательно а так мы невольные участники нас туда занесло сюда занесло не знаешь куда приткнуться так что если мы станем с вами просвещенными зрителями в этом феерическом спектакле значит все в порядке ибо этот спектакль поставлен самим господом богом которого основательно и судя по всему бесповоротно забыла сегодня практически все земное человечество просто забыла его нету слово бог употребляется но его нет он просто не существует он даже не виртуальной чего просто нет святость ушла и жизни на самом деле я нету безальтернативность будущего косвенно подтверждается исследованием так называемого эффекта бабочки в квантовом субатомном мире в довольно тонком эксперименте с использованием суперсовершенного квантового процессора в ученые сша биньян и н синицын показали что модельные изменения прошлого никак не отражается на настоящем и при этом появляется только фоновый шум как следствие вносимой корректировки вот я вам сейчас прочитал до профессора ученые сша биньян и н синицын так вот где мы были а где мы были новосибирске до новосибирске взяли красноярске но неважно где-то там теперь большая она наша так вот как только я начал говорить о безальтернативности будущего который косвенно подтверждается исследованием так называемый эффекта бабочки вдруг в окно влетает синица и мечется по залу кто был были здесь тот свидетель этого был нет я думаю хоть кто-то нашелся не на из кемеров было нет нет ты везде была ты должна быть нет было то есть вот живой свидетель еще один кроме мари павловна меня и мечется синица вот поп по всему этому самому залу мы решили там занавески прикрыть но открыть одно окно потому что они бьются в стекло и могут погибнуть но в конечном счете я приостановил беседу она вылетела дальше я продолжаю в довольно тонком эксперименте ученые соединенных штатах биндьян и синицын и все у вот синица она и летала вот она услышала что будет озвучено ее имя вы представляете вот мистика ухо сверь хочет нет интересно а вы говорите нет мистических событий есть перед тем синица нам она влетела покружилась улетела вот я синицын озвучил ясно нет вот только я начал вот этот абзац те кто может быть будет слушать там запись на она будет это да я только начинаю потом пауза что-то летает летает а потом я уже говорю биньян и синицын когда я улетела уже синичка вот такие интересные вещи он живой свидетель я буду возить везде с собой чтобы показывала ну надо же кого-то возить живого свидетеля вот приехал он да дальше вы так сказали ну и все это событие было ну ладно значит они показали на супер совершенных квантовых этих самых приборов что модельные изменения прошлого они туда ходили там по квантовым каким-то лабиринтам но есть модельное представление какой-то попытались прошлое каким-то образом исправить и изменится ли будущее нет будущее не изменилась только фоновый шум появился и все то есть корректировка произошла в угодном ну будем говорить проведению направления ясно или нет не просто так изменили что-то в прошлом и все пошло по-другому нет господь выправляет если какие-то искривления возникают он же режиссер он и постановщик ясно интересный момент и коль настоящий остается неизменно нам то можно предположить что в природе на тонком уровне субатом нам уровне где проявляет себя скрытая мета историческая пружина направляющего вектора истории о которой говорил панарин имеет место постоянная кармическая то есть причинно-следственная корректировка волей проведения нежелательных отклонений от генеральной линии пути понятно корректируется нормально также в нашей жизни болезненной корректировки кармически когда мы что-то не так делаем до терпеливо божественное проведение нас лупит по разному разной степени болезненности но терпеливо до корректирует нашу индивидуальную судьбу в том числе не сведущим людям и вправду кажется что историю вершат царствующие особые президенты и политики министры военачальники лидера партий движений прочие марионетки самых разных воль но не тут то было вершит историю исключительно воля проведения и неважно кто находится у руля и неважно что он при этом о себе мнит находясь на троне он может думать о себе чего угодно до на троне сидя он всего лишь исполнительный инструмент которому эгоистическое своеволие дозволяется лишь в органе в ограниченных пределах при нарушении которых неизбежно следует болезненная корректировка порождающая фоновый исторический шум он-то может думать что угодно я президент я там своей боли я это сделал нам никто но если своего лимон нарушает генеральную линию прописанную свыше его убьют болезненно корректируют понятно вот так вот было во всей нашей истории всегда наши уж точно я зарубежную не беру у нас самые наглядные стойки наш на вообще особо попозже мы поймем почему она особая на особом положении у господа наш народ сегодняшняя историческая наука не может называться наукой ибо у нее нет фундаментальных законов которыми она могла бы руководствоваться рассматривая исторические события в единственно бедном ракурсе с возможностью использования знаний о прошлом для своевременной правильной коррекции настоящего ради грядущего наукой разве может называться то что не имеет законов вообще ну как вот физическая наука если бы не было законов физических долго она была бы наукой нет а история это вот ну вот как хочешь вот интерпретируя вот все чего угодно то есть субъективная позиция всегда привали где законы если нет законов то нет и науки есть билетристика просто ну пишут и пишут свое мнение высказывая понятно вы же историю это вот в основном женщины по фильмам да по екатерине 2 там еще ком-то вот историю познаете поэтому да вот по телевизору многосерийных фильмов нет не дай бог смотреть фильмы на исторические темы просто ужас книжки читать тоже ужасно но если фильм это вообще все но почему-то прилипают к экранам и смотрят но делать больше ничего ведь по пути идти никогда время как надо убить ну смотрите фильмы на исторические тем наслаждайтесь тем чего не был на самом деле ну ладно так вот то что многим сегодня кажется история своеобразная зачастую привлекательное мифотворчество или нудная наукообразная билетристика вот горы подобной литературы горы макулатура литература я проработала понял что это банальный интеллектуальный мусор не уму не сердце просто мусор я с позиции исторических смотрел вот не как художественное т.к. этот самый ценитель просто мусор не уму не сердце факты до их можно взять за основу факты неубиенная вещь факты исторические но их интерпретация формате ментальной логики а еще с эмоциональным уклоном убогости серость просто словом история который нам предлагается это как предложение без подлежащего много сказуемых а подлежащего нет узнаете вот в правилах нет подлежащего скажем их полно сплошные глаголы где основу где подлежащий откуда танцуем вот такая история нам преподносится предлагается так вот история может стать наукой лишь тогда когда у нее появится основополагающие мета исторические законы определяющий истинную цель существования человечества и предполагаемый конечный результат исторического процесса куда мы идем чем это должно закончиться предположительно хотя бы тогда целостный объективный взгляд на все происходящее в земном человечестве станет нормой отсюда становится понятным что пока история не наука она ничему научить не может ничему говорят истории ничему не учат да откуда она может научить а наш не наука вы поняли да очень тонкая вещь не может научить ибо болезненные уроки прошлого анализируется историками политологами и прочими специалистами исключительно интеллектуальном уровне эти специалисты опираются лишь на анализ следствий политических экономических военных культурологических прочих но никак не затрагивает базовую причину только следствие изучает и думает что поправляя следствие можно что-то изменить в целом экономику там политику сейчас поменяем военную доктрину и все будет в порядке но наивное представление вы понимаете да вроде бы умные но какой-то вот дебиловатый взгляд на все дебиловатый вот с оттенком дебилизма но вроде умные вот серьезные конференции собирают говорят форумы там сколково какие-то еще там чё-то все объясняют объясняет а вот толку мало мало толку вот видите толку мало на самом деле да ну ладно в этом хоть согласны что толку мало вроде все объяснили а дальше в целом все эти меры которые пытаются предпринять импотентные ибо не главную причину не затрагивают а главное базовая причина в системный духовный кризис вот чего главное и отсюда сыплется во всех направлениях системный духовный кризис сегодня земное человечество находится наверно в последнем окончательном уже системном духовном кризисе и выход из него весьма проблематичен по сути он не виден поэтому дело спасения каждого человека дело его рук и вот искать души его сердце понятно наверно за границу нам не поможет понятно клиент так что поняли только сознательная духовная революция в индивидуальном порядке может кое-что в вашей жизни всерьез изменить вот ну ладно идем дальше а посему прошлое исторические события становятся в лучшем случае лишь добротными музейными экспонатами демонстрирующими полную человеческую беспомощность перед провиденциальными силами вот и все полностью беспомощно человечество вот все эти примеры истории они покажут беспомощность наш повлиять на исторический процесс нужном направлении не получается до семнадцатом году буквально в три дня слиняла набиравшие было промышленные обороты богом охраняемой российской империи а в девяносто первом году скоропостижный спустил дух великий могучий советский союз в этом самом в гимне пели до великий могучий и спустил дух экономическая держава в мире номер два скончалась скоропостижно понятно вот два так лет но в нашей истории за за двадцатый век вроде бы ну вот все и все духовный кризис ребят можно учить все-таки у господа остальной мир он плюнул на него уже там они живут сами по-своему давно по-своему а нам вот по-своему жить не дают все папа божески как-то пытаются нас оформить да нам бы хотелось как в швеции а вот вот не получается хотелось бы не могу не привести блестящее свидетельство русского философа васильевич розанова это вообще чудо если вот я его упомянул и вы вдруг там начнете что-то искать вот под этой фамилии то не пожалеете от человек с афористичным мышлением он мыслил афоризмами прям выплевывал эти афоризмой на право и налево так вот он а 7 об октябре семнадцатого года сказал русь слиняла в два дня самое большое в 3 поразительно что она разом рассыпалась вся до подробностей до частности не осталось царство не осталось церкви не осталось войска и не осталось рабочего класса три дня быть самым ну самое большое все в один момент слиняла нету ее вы говорите господа нет то что безбоженная россии в конечном счете с этой вот импотентной интеллигенции слюнявый вот она докатилась до кризиса все как-то в телевизионном шоу с участием видных ученых политологов и экономистов действительно член российской академии наук историк юрий сергеевич пивоваров я вообще его считал глупым человеком ну всегда потому что он как всегда не в попад высказывался но какие-то свои завиральные деле идеи но я его немножко зауважал вот послушайте за что я его зауважал послушайте внимательно так вот юрий сергеевич пивоваров автор фундаментальных трудов по истории политической культуры россии 19 20 веков много наговорив в конце концов честно признался цитирую его что ума не может приложить почему в семнадцатом году в россии произошла революция ну вот изучал все и ума не может приложить и это взял то взял вот по одному ничего не получают все вместе тоже вроде бы революция не должны были выезд ума не может приложить академик изучала историю нашу ну настолько подробно что наверно до туалетов вот царских понимаете или нет ну вот ума не может честный человек его зауважал немножко так тот глупости всегда говорил он сейчас живой ламп пусть меня услышит если вы ему передадите ничего я думаю что он до меня не дотянется костлявой рукой голода ну я честно просто говорю он меня умилял прямо вот когда я эти шоу смотрела все так и рассказал с таким умным вот казалось вот и я думаю что вот то его слушал особенно женщины были в него влюблены ночью ты но же умный больше академик директор института истории там чего-то правда какая-то библиотека сгорела в его там в отчине его хотели даже под суд отдать что он какие-то огнетушители там не повесил или еще что-то но как-то дело это замяли тоже было смешной такое огнетушители не туда повесила академика это сгорела большая библиотека научная метро профсоюзная огромный библиотек я даже туда ходил читать наезжал своими к диссертации работу сгорела библиотека а он там заведовал этим делом ну вот не усмотришь делал от не тушить или нет но отвечает главный но нашли нам как он хозяйственника вот такие интересные вещи в нашем царстве происходит дальше идем да и когда так называемым специалистам об их неверном методическом подходе пытается сказать люди наделенные духовным прозрением то это вызывает у них лишь кривую презрительную смешку они же умные носим вдруг скажешь но бог им судья этим интеллектуально состоятельным людям неведомо самая малость вот чуть-чуть неведом зачем они появились на земле и вот это вот неведомо ну чуть-чуть неведомо да и по каким законам им надлежит жить на этой земле вот им это неведомо ну и бог им судья поэтому чё с них спроще да вам то ведомо теперь наш вас есть что спросить а это ответственность уже большая понятно а пока не знали то с него от какой спрос пивоварова и что как не тушитель не туда повесила с вас ой 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 не делом занимаетесь ребята понятно сегодня время такое не спрячешься между струйками не пройдешь ну ладно идем дальше отсюда понятно что нет и не может быть пророка в своем отечестве что в частности наглядно продемонстрировала судьба фактически заживо похороненного великого отечественного мыслителя петра якоря чадаева с горечью вопрошавшего цитирую чадаева во франции на что нужна мысль чтобы ее высказать в англии чтобы привести ее в исполнение в германии чтобы ее обдумать а у нас ни на что к отечественным мыслителем никто никогда не пришлось все запада ни на что но так она и ни на что и до сих пор все оттуда западными ветрами все приходит и непогода и всякие беды да что же касается правильности выводов из уроков истории и соответственно предложений по корректировке будущего то они должны делаться прежде всего в направлении упреждения духовного краха понятно выводы должны делаться направлению упреждению духовного крах это уже не искусство политики или экономики а нечто неизмеримо больше а где взять такого не купленного златом и не подверженного либеральным ценностям руководителя государства который мог бы это органично чувствовать и последовательно претворять жизнь где его взять то есть брахла что имеется оттуда и выбирается правитель и так всегда был вы же наверх не будете рваться нет а то есть понятно да чтоб туда пройти надо ну ну как в этом шагать по трупам я не знаю но надо как-то вот шагать понятно ну и соответственно из того брахла что есть и выбирают божественное проведение нож не может вот так вот поставить в игре то надо в общем то справила соблюдать понятно или нет а то господь бог он до этого шельмовать не может вот сейчас вам хорошего царя поставим вас все будет хорошо тогда игры не будет а игра должна быть а или вы не хотите игры хотите сразу победителем стать так не бывает затеянная игра она и должна быть игрой а так не интересно и одного болельщика футбольного спросил он страшный болельщик был когда его команда проигрывала он неделю больничный минимум брал да ну где там давление поднималось и прочее поняли да я ему сказал вот когда ты успокоился если бы команда была каждый год чемпионом ты бы спокойно себя чувствовал будет да ну чтобы он знал и тогда у него будет все в порядке каждый год чемпион но так же не бывает так чтобы каждый год чемпион поэтому жизнь она вот такая вот со всякими разными нюансами болезненными ну ладно вы же не болельщики футбольной это хорошо не надо вообще никому симпатизировать она будет расстройство только начинаешь кому-то симпатизировать раз и кармические тебя тут это самое понятно лучше без симпатии идем дальше да и возможно ли появление такового теперь вот правители который бы стремился упредить духовный крах вот ух по больной демонизации человечества можно такой вообще найтись где-нибудь но завалявшиеся может упреждению духовного краха отнюдь не способствует внешней активности религиозной жизни отнюдь не способствует посредством умножения церквей мечети числа их прихожан как это видится многим несведущим умам вот религиозной активности вроде это упреждение духовного краха но детство такое вот на самом деле это возможно только путем умножения истинных светильников духа то есть духовных революционеров которых спаситель называл малым стадом оберегаемом отцом небесного от соблазнов лукавого то есть только ваша активность революционная способна в какой-то мере может быть и как-то радикально на время изменить общую атмосферу только другого варианта нету сверху никаких указов не последует о повышении духовной активности указ думая ставить его на подпись президенту вот он подписан он может подписать указ вот сейчас это голикова это женщина которая сейчас заведует этими к видами говорит что паспорт и qr-код это два документа если нет одного то вы изгой вас вообще надо выкидывать то есть паспорт с этим кодом вот два документа с ваш не пустят даже продовольственным организм этот магазин не пустят вот два документа в это даже это вот чтоб по паспорт и поэт два документа указ вот надо в доме ввести чтобы эти два документа были у вас всегда при себе идете в общественный туалет приспичило до показываете этом билетеру что у вас вот все нормально а я не шучу но до этого маразма можно дойти но я думаю все таки здравый смысл господа то тоже есть вот так вот точно равных два документа должно быть при отсутствии одного вы не знаю вы вообще не человек или ваш милицию или в поликлинику отведут но я может немножко утре рвы но посмотрим жизнь покажет и до этого можно ведь дойти сейчас ничего не удивительно вот удивить час вы вообще нечем да нечем удивить людей уже все все удивление уже прошли ну ладно дальше идем всякому историческому периоду соответствует своя динамическая провиденциальная целесообразность обусловленная сочетанным действием четырех основных законов духовной эволюции с целью создания и поддержания продуктивной эволюционной напряженности в земном человечестве призванные во что бы ни стало обеспечивать духовное плодоношение каковы же эти непреложные законы согласно которым вершится проведением духовной эволюции но нумерация их произвольная но степень важность одинаково они все равновесомые знакомы давайте о них поговорим чтобы хоть историю как представить как науку на основании знания этих законов чтобы что-то как-то вот по-научному оформить первый закон это закон перерождение закон повторных рождений закон реинкарнации как хотите услышав про этот закон вы все счастливы что не один раз живете счастливы душа бессмертно закон замечательный я его принимаю это закон вы принимаете а так лет на самом деле может это не так может вас обманывают так вот вы не узнаете обманывает вас или на самом деле так до тех пор пока окончательно не воссоединитесь своей истинной сущностью бессмертной сущностью момент духовного рождения вот только тогда вы можете сказать да я всегда был есть и буду это обретение психологического бессмертия не фактического физического но психологически ты понимаешь что ты исчезнуть не можешь и никогда не исчезал этот закон позволяет одной и той же душе вовлеченной в процесс духовной эволюции в течение нескольких человеческих жизней в разных физических телах и разных социальных условиях постепенно совершенствоваться обретая все большую сознательность способствую скрытому роста души готовый в одном из земных воплощений исполнить свое истинное предназначение то есть перенести достойный духовный плод без последовательных воплощений в разных физических телах душа не может накопить необходимого лицо но в том что в одном из воплощений последнем воплощение не реализовать свой духовный потенциал только так понятно наверное да одноразовое использование души здесь вот физическом теле быть не может неоднократная смена душой физических тел с эволюционной точкой зрения просто необходимо если не принять этот закон как данность то говорить о духовной эволюции просто абсурдно согласно закону перерождения смерти как это мыслиться обывателю не существует так и просится назвать этот закон законам несуществования смерти вот я вот так немножко перефразировал нормально это закон о несуществовании смерти нету ее выдохнули легко да хорошо не эту смерть это оказывается правда можете узнать не начали поверить а потом узнать уже когда что-то состоится вас то что никогда не умирает с чем вы объединитесь тогда будет понятно но пока он слух ласкает нет смерти второй закон это закон обязательной реализации причинно-следственных связей или кармический закон по большому счету это закон определяет становление бытия в целом а что касается конкретного индивида нас с вами то действие кармического закона сводится к тому что все происходящее с человеком в течение жизни есть совокупное следствие его поступков речей мысли и деяний рождаемых им как в данном так и частично в прошлых земных воплощениях это удивительно мудрый закон призванный обеспечивать становление индивидуальной души в направлении духовной реализации и до тех пор пока индивид не выйдет на такой уровень самоидентификации когда он сможет сознательно изменять судьбу то есть сознательно эволюционировать действие кармического закона будет носить жесткий болезненный обучающий педагогический характер ясно жизнь вас будет бить пока вы не объединитесь с душой не выйдете на уровень самоидентификации в результате работа на пути понятно так что это болезненный закон больно бьющий но это закон опять закон ведь закон будем не можем обойти он есть я думаю вы убедились вот на собственной жизни каких-то вот примеров ярких довольно да то как только вот вы захотели вот так а ваш шлепный скани так не надо бывал такой а значит все в порядке закон то действует быть умный совсем умный вот все предусмотрели но в последний момент вот чет не то сделали то есть закон вас подкорректировал было такое наверное а куда деваться как и должно быть а посему надо помнить вы же кармический закон приняли до принимаете точно принимаете то есть без уговоров вас не надо уговаривать вы знаете что он есть вы его приняли а посему коль вы его приняли надо помнить что безвинно случайно и зря никто никогда не страдает безвинно случайно и зря никто никогда не страдает если вы его принимаете нормально страдание попускается проведением исключительно в целях при нарушении индивидом требованиям духовной эволюции при забвении или непониманием истинного смысла существования думается что вы все испытали действие этого закон на себе и особых возражений по его приятию наверное не последует третий закон вам нравится этот закон вот 3 вот кармически не очень нравится 1 понравился до что смерти нет кармически ну какой-то он вот нехороший лучше бы его не было а вот третий закон закон свобода выбора индивидуаль свобода воли заключается в том что проведение никогда не посягает на свободу принятия индивидом решения в той или иной ситуации вы свободно принять решение божественно проведение не посягает на это вы сами можете выбрать какое решение вам принять нормально вам это нравится ну первая половина этого закона нравится вот со второй там уже как-то вот не совсем будет в ладах так вот однако несоответствие принятого решения эволюционная целесообразность обязательно находит тотчас или отсрочен отражение в кармических следствиях кармических уроков действие которого как упоминалось выше направлено исключительно на воспитание души если вы чет не так вот приняли но отсрочено или сразу ваш шлепнет подкорректирует второй закон коррекцию внесет так бы хорошо если было бессмертие свобода воли вы бы вообще творили не знаем а что представляет чтобы в человечестве было вообще а эти у каждого свое вот это свое еще я не умираю по 5 придут от это разгул был бы полный но как-то все структурировано упорядочено да все-таки наш законы действуют корректирующие своеволе и все остальное нормально к счастью абсолютно правильный то бишь безошибочный выбор возможно только при условии единения человеческой воли воля проведения а это является конечным результатом следование вашего по пути сознательной духовной революции в своеволе и кармические следствия которого исправно пожинаются думаю мы с вами основательно преуспели больно возвращаясь из своих радужных иллюзий к разбитому корыту бывало такое вроде бы вот вот все замечательно и вот вернулся туда чего начинал закон ну конечно закон так вот 4 да и так смерти нет своего ли они возбраняется кармический закон исправно работает подправляя наше безрассудство а посему все направлено на воспитание нашей бессмертной души все направлено воспитание души воспитывают нас эти три закона воспитывают вы скажете что так все в жизни даже самой низкой жестокой можно оправдать найти вот основании этих законов что самая низкая жестокая можно оправдать не всего не оправдывается нерадение господу ничем нельзя оправдать главное понятно нерадение господа не оправдывается так предусмотрено божественным проведением 4 не всегда правильно понимаемый закон закон поддержания продуктивной то есть приносящий требуемые результаты энергетической напряженности эволюционном поле в земном человечестве существует много уровней энергетической напряженности то есть поляризации или конфликтности которая обеспечивает эволюционный рост душ отдельных индивидов но перечислим некоторые наиболее значимые это индивидуальный уровень поляризации который проявляется во внутреннем противостоянии в нас демонического и духовного начала есть у нас противоборство внутрь не лукавый туда ведет а и где-то вот ангельская противоборствует напряжение внутрь не есть есть нормально тоже уже в нашей индивидуальной жизни он имеет место быть в нашем существе внутри семейный уровень поляризации коса на камень находит и многое из этого следующие да дальше внук внутри корпоративный уровень поляризации уровень поляризации между индивидуум и социумом межнациональный уровень поляризации межконфессиональный уровень поляризации межрасовой межгосударственной много уровней поляризации все из мире искрит все вот везде заметили вызывает трение есть такое или нет то есть мы все время находимся в поле напряженности энергетической напряженности которая должна или призвана способствовать росту души при правильном нашем понимании дающие нам возможность выработать смирение ясно а без смирения объединение с божественной воли или с волей проведения невозможно вы всегда будете игралищем разного рода воль витальной ментальной демонических бесовских как хотите донных понятно все как складно получается если правильно все это рассматривать так что в мире в котором мы живем который нас окружает поляризовано все и порой глядя на происходящее вокруг и с нами создается впечатление что люди пришли в этот мир только для того чтобы делать друг другу гадости подкить друг другу жизнь вот для этого люди собрались на этой земле нормально ну поглядите вокруг даже дома вот смотришь вот вроде бы любимый человек но вот обязательно кое-нибудь гадость сделает а ну такую ты не делаешь гадости нет мы с вами отдельно покрыть и раньше молодец вот тут как будто друг другу жизнь подкить все собрались вот как-то странно да нехорошо тут мне кто-то даже вот написал автор неизвестен четверостишь и процитировать да так вот каждый вроде бы делает друг друг гадости вроде бы прав каждый из двух сторон ну своя право то ответь у каждого эго всегда права наверно она же не может не правом ботяга не бывает так это право всегда вот итак будем считать что 4 базовых закона духовной эволюции принято вот четверостишь и человек рожден для радости но поскольку счастья нет он творят другому гадости этой радостью согрет спешите слова это мне кто-то написал и покинулась но я цитирую теперь таскаю с собой да взял гадость и как-то приятно да но других то нет в этой жизни хорошо покошил сделал кому-то гадости вроде как и не зря живешь так что интересующемуся обывателю интересующемуся путем сознательной духовной революции без сомнений придутся по вкусу закон перерождений то есть закон не существования смерти закон свобода выбора а вот кармический закон закон неминуемые расплаты за содеянное что не в пользу развития души и закон поддержания энергетической напряженности в эволюционном поле которые не сулят ему спокойной сытой жизни чем сытой во всех отношениях хочется проигнорировать это нехорошие законы вот два я принимаю пусть будут а эти не надо но все законы вы нам догадывались действует сочетанно все вместе сразу действовать не по отдельности это сочетанное действие вся наша жизнь это сочетанное действие этих законов духовной эволюции нормально все мы все под законом под властью проведения и вырваться отсюда невозможно в смысле до тех пор пока бы с эгом не разберемся вообще чё с ним делать так что все четыре закона действует только сочетанно так предусмотрено проведением и направлен исключительно на воспитание души в угодном господу и только ему направлении так вот при анализе исторического процесса принцип поляризации вот что в мире все искрит действительно разных уровней имеет решающие значения поэтому способность исследователя видеть позитивное в казалось бы негативном это главный инструмент постижения подлинной истории то есть видеть позитивное в негативном кажущимся негативным понятно вот тогда исторический процесс будет правильно понят это вот действие как раз сочетанное действие этих четырех законов видеть уметь позитивное в казалось бы негативным нормально не хочется но куда деваться можете не видеть конечно но болезненность действие законов никуда не денется но лучше видеть и подкорректировать свою жизнь в угодном господу направлении отсюда следует что все без исключения исторические события все без исключения исторические события в том числе даже самые несправедливые по человеческим меркам и якобы не заслуженные людьми есть не что иное как необходимое благо для обеспечения другого но духовного прогресса отдельных иди видов в ходе бессознательной стадной эволюции все все это благо ясно не заслужили так не должно быть несправедливо по человеческим благо для воспитания души если вы понимаете используете эти блага в мирных целях то все будет в порядке понятно вы способны выйти из-под действия этих законов только тогда когда объединить свеевышней волей а так вы все время под действием этих законов обязательно правда это обстоятельства вот по поводу незаслуженных событий казалось бы несправедливых да правда это обстоятельство ни в коей мере не может служить оправданием зла которые люди творят намеренно причиняя боли страдания другим людям за все творимое зло человек несет соразмерную его деяниям и их последствиям персональную кармическую ответственность обязательно уже персональную закон кармического воздаяния за совершаемые человеком при грешении никто не в силах отменить слышали наверно такое выражение кем-то сказано и замечательно мне она понравилась грешить можно безоглядно но безнаказанно никогда так не бывает безоглядно можно но безнаказанно никогда хорошее правило доходчивые следует добавить что видимая событийная часть исторического процесса является лишь отражением крупномасштабных изменений роста падения или застоя духовной активности людей вот как духовная активность там начинает проявляться начинает застой или напротив упадок полный вот видимые события исторического процесса определяется именно этим понятно застой упадок или подъем духовной активности вот вся история вот вокруг вот этих глубинных процессов она и вершится осознание этого факта способна прояснить многое из нелогичного на первый взгляд в историческом процессе то что не находила приемлемого объяснения в сугубо логической системе координат во времена духовных кризисов проведения безжалостно оперирует человеческими массами это поначалу кажется похожим на стихийные бедствия там войны революции однако процесс всегда управляем и контролируем свыше всегда он как-то вот утихомиривается чудесным образом корректировка внесена и все в отечественной истории это хорошо просматривается при погружении государства смуту и выходе из нее у нас три смуты совершенно очевидные были классический вариант погружению выхода это связано с духовной активностью опять с падением духовной активности и не имеет значения кто в эти времена находится у власти не важны фамилии имя отчество ибо коррекция исторического процесса занимается исключительно божественное проведение а представители власти лишь его хорошие или плохие исполнительные инструменты только инструмент правда он может надуваться что-то из себя представлять для себя ну и для остальных но на самом деле только воля проведение им манипулирует он должен быть плохим инструмента бывает такое ну значит и более болезненным процесс на проходит вот корректировки если он хороший инструмент то мягче от проходит инструмент это особо не выберешь ягу из того гадюшник который был только оттуда он берется инструмент он с улицы не возьмут вот здесь вот где-то метро не найдут как мужик будешь правителем от нее не хочу и прав будет так что там всегда есть это каста из которой выбирается понятное вы книгу хазина не читали есть него книга интересная там вот эти уровни власти он все рассказывает дону бега недавно вышла вот кто в узкой в узком круге потом где-то не там три где-то уровня вот это или ты откуда во власть люди идут и как они туда попадают очень хорошая книга интересный книг я летом ознакомился так что берут из того что есть а как туда попасть-то наверх сами понимаете да вы это с вашими качествами положительными позитивными духовным как вы туда попадете а ум честь и совесть нашей эпохи туда же не просочиться ну и последствия соответственно вот такие вытекающие так вот из вышеизложенного следует вот слушайте внимательно какому выводу я пришел что правильная позиция в исследовании истории это отсутствие какой-либо позиции только факты рассматриваемые в русле духовной эволюции и сочетано действующих базовых законов только факты и законы вот и глядите на них чё там позицию какой занимать зачем коль закона есть у двоца нет той или иной позиции нету проведения позиции он запустил исторический процесс и временами когда грубо нарушается закону духовной эволюции он вносит в них коррекцию и все запустил пошел там все действовать законы действует основании закона все корректируется так что и у вас если вы хотите добросовестно изучить историю позиции не должно быть есть конкретные события рассматриваемые в русле действующих законов так что на историю нас смотреть глазами двоца это нормально все все в порядке ничего лишнего ничего болезненного все необходимо для реализации истинной цели существования человечества понятно все так что двоца нет позиции а историю надо осматривать исключительно глазами двоца а это возможно только на финальной стадии вашей работа на пути сознательной духовной революции после обретения вами вибрационного носителя жизни вечной который полностью со всем сущим отождествляется ну и соответственность в отцом то есть ваше сознание в общем перами сознанию двоца во его уши во его наблюдатель и все тогда будет правильная позиция в понимании всего происходящего здесь на земле в земном человечестве а любая позиция или точка зрения возможно только при наличии эго а коли эго отсутствует то в поле вашего восприятия реальности остается лишь творец его творение вот что там происходит понятно просто великое благо не иметь позиции и не быть на чьей-то стороне это великое благо тогда вы абсолютно свободны в своих суждениях без боязни ошибиться а так вам что-то понравилось с кем-то там это с кооперировались заняли позицию это яга всегда позицию занимает ее быть не должно позиции вообще в любом случае замечательно сказал поисий святогориса которым мы будем с вами говорить сегодня начнем говорить да он сказал у меня есть одно замечательное качество я никогда никого не оправдывает очень не занимает ничью позицию не встает ни на чью сторону это великое благо то есть он в общем-то глазами творца глядит на все происходящее безусловно вот такое выражение может только родиться из нет от души человека который действительно с господом отождествился и глядит на этот мир вот так как господь бог должен его и наблюдать